с вами сегодня я илья калашников на волшебстве керамики здравствуйте и мы в гостях у дарьи обашковой делаем ботанический рельеф на самом большом раскаточном столе в россии здравствуйте дарья расскажи немножко себе в какой технике ты работаешь что это у тебя сзади такое красивое я работаю в технике художественного литья очень древняя техника еще известно со времен до нашей эры нынешнее время она получила распространение название ботанический брележ до ищите на просторах интернета найдете много роликов техника заключается в том что при помощи глины раскаточного стола я очень ровно раскатываю большой красивый пласт глины на котором потом создаю отпечаток из живых цветов и его я потом заливаю гипсом так как глина очень хорошо передает оттиск живых цветов а гипс очень жидко заливается в каждую каждый кусочек рельефа получается вот такое достоверное воспроизведение живых цветов получается вот это гипсе на это все гипс то да вот это глина нет это трожит ест тоже гипс но тем ни менее глина принимает участие в этом процессе вот конкретно уже финишным изделие только в цвете они принимают участие она принимает участие в создании сейчас я расскажу как происходит процесс сначала нам нужно взять глину раскатать на этом повтори а потом дальше об покажем все же, что должно происходить. Хорошо, смотри, я подготовила новый пакет глины. Чтобы у нас все было красиво. Да, имеет смысл какую глину брать? Глина может быть совершенно любой. Вот все технические характеристики мы откидываем, они нам не важны абсолютно. Нам нужно только, чтобы в глине не было крупного шамота. Мелкий допустимый. Про глины ищите плейлист про глины. Яковашников вам расскажет больше про глину, чем я. Так, надеваю перчатки, потому что гипс и глина очень сушат руки. И чтобы избежать этого и избежать лишней грязи, лучше будем работать в перчатках. Так, вскрываем новый брикет глины. Это всегда очень приятно работать на свежей глине. Кстати, для моего творчества глина может использоваться много раз, поэтому это очень экономно. Можно ее переиспользовать. Да. Нужно ее переиспользовать. На одном кусочке глины можно создать довольно много красивых изделий из гипса. Да, и друзья, смотрите, ищите сюжет, где покупать глину. У нас был человек на канале недавно, который привозит Иван Бурганов Мекриклей. Для начала я очень хаотично раскидывала кусочки глины, совершенно не заботясь о том, как они лягут. Но главное, чтобы они создавали какую-то поверхность. И лишь потом с помощью стола я сделаю из них красивый ровный пласт, на котором буду продолжать работать. Прекрасный глинораскаточный стол у меня появился совсем недавно. Компания Никодим помогла мне в очередной раз в этом, потому что я уже имела счастье работать с их столом меньшего размера. И один раз, вкусив, что такое глинораскаточный стол, невозможно уже перейти к чему-то другому. Но так как королевства стало маловато, стол оказался мал не для меня, мне ребята с большим удовольствием создали стол большой. Самый большой в России, насколько мы сегодня выяснили. Делаю какую-то соединенную лепешку, но очень хаотичную. И вот теперь в общем-то будет происходить то, ради чего мы здесь сегодня собрались. Вот глина из такой бесформенной легким движением руки очень легко и непринужденно глина превращается в ровный пласт. Смотрим, что получилось. Почти готово. Если и вы хотите учиться керамике, можете приехать на пятидневную интенсивную программу ко мне и овладеть лепкой, гончарным кругом и керамическими глазурями. Также есть видеокурсы в подсказке и по ссылке в описании. Можно научиться создавать волшебство керамики своими руками. Цветы в студию. Да, у нас новодействующее лицо красивое. Так, ну вот теперь следующим шагом будет создание цветочной композиции. Да, цветы-то как оживили. Цветочного оттиска. Сейчас я доведу глину до идеала, чтобы нам можно было сделать красивое. Ну и сейчас я делаю маленький размер панно. Когда речь идет о каких-то больших размерах, конечно, глина-раскаточный стол очень сильно выручает, потому что руками это сделать невозможно. Да, попробуйте бутылкой накатать два метра. Скалочкой я еще катаю. Вон, видишь, свекомный скалочек есть разных. Так, ну вот, уже прям абсолютно ровный. Так, чтобы не было рельефа от ткани, я немножко пройдусь, выровняю. Шпатель строительный? Да. Одна штука. Лайфхак, друзья, берите на вооружение. Теперь на этой ровной глине мне нужно создать композицию цветов, которая впоследствии будет у нас на барельефе. Это такой самый творческий обычный процесс, самый красивый, который всегда вызывает самые положительные эмоции у девочек особенно. Да, и цветы-то как оживили студию. Да. Да. Сейчас я что-нибудь выберу красивенькое. Намечу слегка контур, в который я буду укладывать цветы, ну и все. И вот прям как нравится что-нибудь нужно выложить красивое. Здесь, конечно, девочкам повезло. Да. Но на мастер-классы ко мне часто приходят и мальчики, и у них, кстати, композиция получается совсем не хуже. Иногда настолько неожиданное и интересное, что даже я удивляюсь. Что делать зимой, когда цветов нет? Зимой цветочный магазин меня выручает. Да, цветочный магазин, либо что-то можно купить в обычном продуктовом магазине, например, лист шалфея прекрасно отпечатывается. Сейчас покажу. Смотри. А, Так есть же сухие еще? Нет, сухие, кстати, не подойдут. Ты сейчас его испачкала. Вот листик шалфея очень здорово печатается и рельеф создает. Сухие не подойдут, потому что они, вот я сейчас буду показывать дальше, ты поймешь, почему, потому что они останутся в глине, и я их не смогу вытащить. Они рассыпятся в глине, сухоцветы. Цветок должен быть мокренький. Мы делаем мыльницы по контуру листов. Дальше придерживая там, где мы хотим, чтобы листочек лег именно так, как нам нужно, мы это все погружаем в глину. Есть тут какая-то хитрость, чтобы не заломить там слишком кого-то? Нет, здесь хитрости нет, и я обычно даже особо не вмешиваюсь в этот процесс, ну там, за редким исключением, да, вот мне, например, хочется здесь, чтобы цветочек лег головой туда. Вот, это, пожалуй, максимум, что я тут поправлю, ну и может быть вот здесь какую-то геометрию добавлю. Обычно вот нужно дать цветку лечь так, как он сам захочет, и это будет максимально натурально, красиво. А, вот хитрость состоит только в том, вот здесь как раз я это продемонстрирую, чтобы цветок сразу попал в свой домик, ну сделал, короче, один отпечаток, чтобы от одного листа не было миллион следов. Чтобы он сразу нырнул и не выныривал больше. Я сразу думаю, можно вентилятор рядом поставить, который бы специально там как-нибудь искажал или создавал ветер, как будто бы на поле. кстати, было бы прикольно. И теперь наша задача раскатать глину с цветами так, чтобы у нас был максимально ровный фон на готовом изделии. Просто вкатываем, как друзья, в керамику. Да. После того, как мы погрузили все цветы в глину, теперь мы должны сделать обратную процедуру, извлечь их. И когда мы будем убирать, они оставляют очень красивый, глубокий рельеф. Потом аккуратно вынимаем пинцетом, чтобы не расковырять в глине ничего лишнего и сохранить рельеф. Главное, чтобы не отрывалось. Да. Даже если отрывалось, это, конечно, не страшно. У нас же есть пинцет, мы же можем всегда все извлечь насильно. Да, или влепить еще чуть глины и еще раз раскатать. С таким столом можно делать бесконечно. Так, ну, в общем-то, и все. Теперь нам осталось только поставить опалубку и залить гипс. Опалубки я использую из пеноплекса. Они легкие, они дешевые, они удобные, они хорошо отходят от гипса, они могут быть совершенно разных форм и размеров и в общем-то все. Тут целый склад у тебя опалубок. И под любую работу я вот выбираю ту, которая мне нужна, нужного размера, формы и делаю. Класс. Появился новый станок и теперь у тебя будет еще больше опалубок. Теперь нужна новая мастерская. Так, ну что, я устанавливаю? Да. Мы должны поставить опалубку там, где она у нас должна жить. Ну и все. И теперь самая главная задача очень хорошо зафиксировать ее так, чтобы гипс не убежал, потому что сейчас внутрь мы будем заливать гипс. А гипс мы будем разводить довольно жидко, гораздо жиже, чем это указывает производитель, чтобы он смог залиться самые маленькие детали рельефа. И чтобы он не убежал, нам нужно хорошо зафиксировать опалубку, чтобы он не нашел щель и не выбежал из нее. Я замешиваю гипс сухой в жидкое. Нужно хорошо размешать, чтобы не осталось комочков, осадка на дне, потому что это все потом будет видно на рельефе. Все-таки одну руку обеспирчатила. Обеспирчатила. Да. Ну, та, которая больше сейчас пострадает, та и защищена. Да. Короче, нас спросят, что за гипс, сколько его надо вмешивать. Все на глаз, конечно же. Потом, где это надо рассказать, в комментариях? Да, в комментариях. Хорошо, расскажу. А ты знаешь, что, пойдем, что в прошлом летом ко мне позвонили из издательства Эксмо и попросили написать книгу о технике, в которой я работаю. О, класс. И вот там как раз будет написано, сколько гипса мешать, куда и что. Ссылка внизу в описании. Или еще нет книги? Она уже есть, она на зоне, она уже доступна к предзаказу. Типография обещает выпустить ее в июле, то есть вот уже через месяц буквально. Так что, друзья, следите. Да, если нужны кому-то точные параметры замешивания гипса, там все есть. льем смело. Смотри, как она приливается в рельеф. Трясти не надо, чтобы пузырьков там не было. Ну, короче, все. Здесь пузырьки особой роли большой не играют, они, как правило, всплывают. И просто тут, если мы будем трясти, от этого будет больше вреда, нежели пользы. Все. Все. Что это такое? Если слишком сильно поспешить, либо некачественно сделать опалубку, глины нехорошо залепить, случаются вот такие конфузы. Гипс потек. Я не зря говорила о том, что нужно сделать это очень ответственно. И вот я гильками теперь прижала, чтобы прекратить ему течь, чтобы опалубка плотнее прижалась к глине, и гипс не вытекал. Поэтому, друзья, имейте несколько гирек в арсенале. Это не для зарядки, да, это для того, чтобы гипс не убежал. Как крепить будем? На подвесы. Как сделать подвес, я расскажу вам в своей книге. Такая вот интрига будет. Нам осталось дождаться полного высыхания гипса. Произойдет это примерно через час. Тогда мы сможем брать форму, перевернуть, отделить гипс от глины и любоваться готовым паном. А давай посмотрим готовый панно, С удовольствием покажу. Вообще, это эскиз панно, как бы это еще не финишный вариант. Это делала я эскиз панно для заявки на выставку Торинь Трава, русский стиль. Это тоже гипс, да? Да, это все из гипса тоже. По той же технологии создается сначала оттиск в глине. Здесь в данном случае не цветы, а кружево. Ты видишь, какая детальная в итоге получается прорисовка каждую ниточку. Мало кто верит, что это действительно изделие с гипсом. Многие думают, что я просто приклеила кружевные салфетки и всем такая хвастает, что такая молодец. Да, и взяла и лишила работы, как люшница. А в зависимости от того, какого цвета глину я выберу, изделие получится того или иного оттенка. Например, вот эти нарциссы были выполнены на глине коричневого цвета. И глина впитывается в верхние слои гипса, и от этого еще более усиливается рельеф, появляется глубина. Вот это тоже было сделано на коричневой глине, а вот это было сделано на черной глине. Но потом я тонировала акрилом белым. А это на рыжей глине, и поэтому панно имеет такой рыжий колорит. Да, у нас она называется красная. Ну, наверное. Здесь я зарабатывала потом, тонировала акрилом синий цвет. Но это делается как пульфоном, кисточкой? Кисточкой. Как хочешь. Рельеф может быть не только цветочным, я ищу разные варианты воплощения. Например, рельеф нити меня тоже часто привлекает, кружево, как мы уже с вами видели. Мне очень нравятся разные сочетания фактур. Ну что, друзья, если хотите работать в такой же технике, то внизу ссылка на Дарью в описании. Ну и приезжайте ко мне, лепите сказочные и волшебные глины. Вот здесь наши курсы. А вот тут, ну, а тут видео про рассказочный стол. Ну, а с вами был я, Илья Калашников и Дарья Абашкова на «Волшебстве керамики». До скорых встреч. До свидания.